Белорусская экономика вступила в кризис, с которым может справиться только при помощи своего соседнего государства – России. Интеграция с Москвой крайне необходима для выживания экономической модели Белоруссии. Это означает новые шаги и действия. Летом этого года, во время активной кооперации России и Белоруссии в рамках союзного государства, стороны объявили о намерении создать единую валюту. Вполне естественно, что эта интеграция двух стран предполагает валютный союз. Как мы помним, договоренности 90-х годов не один десяток лет оставались безрезультатными на практике, а теперь стороны к ним вернулись. Поэтому России и Белоруссии необходимо идти прежде всего на экономическое сближение, которое предполагает единое налоговое законодательство, энергетические и товарные рынки и, как итог, создание единой валюты. Президент России Владимир Путин отметил, что в ЕС достигнут более глубокий уровень интеграции, чем в союзном государстве России и Белоруссии. В Евросоюзе создана единая валюта Евро и возник мощный таможенный союз. Однако спустя месяц единая валюта России и Белоруссии так и осталась политическим проектом. Недавно Минфин Белоруссии официально заявил, что переход на единую валюту в рамках союзного государства не состоится. Министерство сообщает, что несмотря на то, что 28 союзных программ уже одобрены, они еще дошлифовываются экспертами стран. Кроме того, в ноябре этого года ожидается заседание Высшего государственного совета союзного государства, на котором данные программы будут окончательно утверждены, и даже после этого программы будут доступны для общественности. Тем не менее, по словам пресс-службы Минфина, в них не содержится каких-либо условий о переходе на единую валюту в рамках союзного государства, а Национальный банк Белоруссии не считает данный переход возможным. Отметим, что белорусская страна изначально была не в восторге от данного предложения. Основная причина тот факт, что девальвация белорусского рубля используется правительством страны для решений бюджетных проблем. Неоднократно с помощью данного шага Минск решал проблему финансовых дисбалансов в Беларуси. К слову, валютная интеграция была поставлена на цель не только в союзном государстве России и Беларуси, но и в ЕАЭС. Было даже предложено название «Алтын». Создан план по реализации валютного союза стран-участниц, но пока движение и в данном направлении не наблюдается здесь. Продолжение следует... Продолжение следует...